господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешную христос воскресе номер 176 события дня экклесиаса 3 8 время войне и время миру 4 июня 2016 года почему такой эпиграф взят потому что события показывает иногда люди говорят что человек кабанион если бы вот был дворянин ульяна человека мы не зверем было бы по-другому не будет по-другому вот сейчас он бы был живой сейчас бы он начал мутить что или во время сталина каталажку и дальше как немцова и все кончилось время во время нужен человек будет а так строится божий план никто не знает только в таких в общих чертах знаем где как что будет в израиле вирусалиме а больше бог сокрыл тайна принадлежит богу ничего бы не было в этом народном он могло не быть не японии не америки не германии это бог все разнарядил так вот к чему говорится есть такая книга пастырь и ермы ему апостол павел передает привет послание к римлянам там так строится здание камни бывают с трещинками отбрасывает их а потом не хватает материал начинает подбирать эти но мы также делаем стройки пристройки и вот сколько было покушений на гитлера сейчас показывает на сталина на путина это ничего не дает никакие покушения на даже строили бункер и друг гидоделкой гитлер переносит другое место взрыв в это время отошел чуть сторону в это время наклонился над столом четыре трупа а за эти четыре трупа за каждый труд гитлер потребовал 50 человек но теперь умножайте уже 200 повешено а сколько другие там борозжалованы были ничего не следило с места наоборот все понимает что проведение проведение вот сейчас я покажу как выступает секретарша у него была молодая девушка и она все это описывает как это было наоборот только укрепился режим но пришло время сам взял в руки пистолет если так а так было или бежал и все кончилось нигде если он даже бежал то нигде звука не подал что именно вам думает распространять свое ущение построить такое доброе царство как он понимал и так и здесь на сталина пришло время нету его как пишет сложеницов скопытилась мерзкое животное ну как о мертвом так говорить а чего вы не знаете как было василий великий когда встретил или она отступника то он вышел к нему с хлебом солью а тут велел отдать коню то что он дал своему буцефалу а вырвал клок сена и дал василия великому и говорит я вернусь когда сражение пошел с персами воевать то кормить вас буду сеном он горит пищу я дал человеческой да сена это для животного вы хуже животных ну и что дальше василий великий стал молиться вина меркурия икона святого меркурия и вдруг киот киот то есть рамка пустая никого нету это было введение ни одному и елею было проходит какое-то время в иконе снова появился образ а он изображен как воин с копьем из копья капает кровь и сказано пола мерзкое животное вот кто животное или он отступник все отступники это мерзкие животные те еретики которые церковь разрушали ставили задачу уничтожить ее и он знал на кого шел нашелся какой-то проводник завел его в эту кармалицкую пустыню так я примеру говорю и дальше и дальше случайная стрела случайный воин налетел на него случайно ударил как было у ахава между швами брони проникает стрела он опрокинулся на спину говорит на руки оруженоса или он запустил руку под свои доспехи и горстью бросил запекшуюся кровь в небо и прохрипел только ты победил галилеянин то есть он знал с кем воевал так и здесь что сегодня делается это назначено и будет так как бог сказал советский союз непобедимая держава нет союз нерушимых большего рабства придумать нельзя было нет республик свободных я другой такой стороны не знаю утесом заливался большего рабства не было гитлер это ребенок по сравнению со сталином то своих всех подряд уничтожали уничтожали как классы какую страну получили от царя и что с ней сделали и ничего нельзя было сделать до времени пока не родились два человека михаил горбачев александр солженицын перестройка гласностью и архипелаг гулаг все и рухнуло как будто никогда не было рисует карикатуру книги ленинам марксизм ленинизм ленин сидит в них заплатанных как мои вот штаны весь рукой подперся игры да а идея то была верная то есть они так ничего и не поняли наступило время вот пришли два человека два человека самое значимое какая тут харизма у них было что вот так время миру и время войне присут нашло пришло это время все будет война не думайте что америка благополучная сторона и я помню около торгового центра который был не зренут я там наверху был на крыше меня повели что показать знать просят сколько денег там за меня все заплатили и помню поднимался лифт 50 человек в лифту 50 я не считал кто знает нет и такая скорость уши закладывает с такой скоростью уже наверху а там пять копеек пять центов или сколько дают чтобы в трубу подзорную посмотреть даже на трубе на это загадали перед статуей свобода я вниз когда спустились я пошел там прогулять это а там пальмы такие посажены большие подошел полицейский меня спрашивает может фотографировать это видно что вы русский человек по английский говорит на этом две недели был маленько подновил язык то есть разговаривал с ним он говорит да россия должна встать а америка пойдет вниз откуда он это знает так ли это будет ну говорит мне американец это время время и благополучно америки будет по-другому и в астрале не скроется никто битар тарабич об этом говорит далее матфея 20 глава 6 стих наконец выйдя около одиннадцатого часа он нашел других стоящих праздно и говорит им что вы стоите здесь целый день праздно они говорят им и никто нас не нанял вот говорит им идите и вы виноградник мой и что следовать будет получите когда же наступил вечер говорит господин виноградника управителю своему позови работников и отдай им плату начав с последних до первых и пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию динария это одно место одно место в раю не два не три это особенно варламы и асавсафа житие святых об этом говорит будешь богат будешь жадный скупой так и получилось отец только пришел покаялся а другой всю жизнь подвязался пустынника награда одна и он даже возраптал как бы он говорит я тебе говорил ты скупой будешь вот я для чего этот эпигра взял у меня каждый день выставляется два стихотворения которые называют проповеди в стихах и вот об этом речь идет до сегодняшнего дня об зачем стихи пишите ну во первых я не поэт это стихами не называю но я хочу выразить более доступной форме то что хочу сказать а хочу сказать главное что нет духовного рождения забота то моя православная церковь больше в первую очередь в первую очередь потому что я православные и нет труда евангельского нет проповеди нет истинного миссионерства миссионеров практически нету может быть единицы где-то есть а то что сегодня называют миссионерскими отделами это как клака какая все собрано обходят море и сушу и делают сынами гиены только под себя подтянуть только в патриархию загнать только сказать вот это ничего не видят слепые совершенно ожесточение такое и вот смотришь ну хотя бы немного хотя бы чуть-чуть пробудились не тут-то было и вот сейчас там с болгарской церкви что там они пытаются с ней сделать и вот как не давали ей свободу автокефалию сейчас тянут патриархию на нас особенно нападали куда патриархию чтобы нас затянуть но я не хочу туда если любыми путями так ли это все что угодно буду делать а почему потому что патриархию всегда считали 5 отдел кгб я в них только так было не с нами тот против нас значит в колыму на кладбище вот это вот все оттуда идет так ровушка течет внутри вот я написал стихотворение такое вот уж дело идет десяти мы четыре часа от потели на деле начинали с молитвы все посвятим для спасения души не забывая теле предрасветная мгла разобрать помогла разглядеть где кусты где коряги лес ожил темноту рассовал по углам и рассвет выдал свет словно скряга отвоевывать место под пашню под плуг нелегко даже с техникой ныне если сам до всего не рабов и не слуг а о средствах не слова в помине десять лет позади и уже виден храм школьный пруд пусть не той глубины петухи и мыщане коров по утрам и гусе облака по деревне видны шли апостолы можно сказать темноте первопуток тропили на смертные крики кровь пришлось отдавать а не только потеть нам на память остались петровы вериги каждый день каждый час целину нам распахивать здесь в сорняках продираясь вот и брение даст бог и брение даст и в достатке слюну слепоты ни конца и ни края столько тьмы и невежества страшно сказать и особенно много в монашестве черном самых лучших сумели обетом связать чтобы никто не разбрасывал зерна вся страна царина а работников нет их обманом вытравливал сон монастырский долго долго еще не настанет рассвет всюду мыши церковные совы и крысы в черном дыме кадил в наркотическом сне догорают надежды на лучшую жизнь за монашество нужно рыдать и краснеть кто услышит с молитвой на пашне трудись 12 августа 2005 года вот думать о чем тут написано это проповедь монашество это самое опасное самое было то что погубило православие в самом зачатке самое лучшее высасывалось силы законопатили за монастырские мандры стены и уходили не давая потомство в песок за шесть столетий ни одного кирилла и мефодия не нашли как пишет андрей кураев послать там где будут мусульмансах таурегом только налоги брали свой закят александр марьясов благодарю вас игнать тихоныч действительно сказано вся страна цели на работников нет или ничтожно мало да и то многие благовествует не то чему учил христос вами действительно проделан огромнейший труд всей жизни это помочь обратиться людям слава богу многие услышали через вас призыв господни а некоторые как те девять очищенных от проказа вернулись на свою блевотину я все больше делаю с пессимистом видно что сегодня необратимо трудно изменить в людях понимание учения веры православной все стараются себе понять и как учат церковь и святые отцы а как получает сами люди друг другу перед другом спаси и сохрани вас христоса булгаков пишет об этом и священники ну все же так делать лбы мощат но тут православие то нет никакого обман один и люди то друг от друга научаются все по иконам шарятся идут по стенам как слепые даже целуют и лбом стукнут посадки иконы как к иконам прикладываются но друг друга то мы целуем лбом если стукнули чего получилось то но это борьба без правил только так можно понимать обязательно лбом трахнется в икону зачем ума да откуда тебе ума то быть то как она подошла тут другие архиепископ гедеоны владыка благословите меня и родствовать а зачем ты от природы дура зачем тебе и родствует андрей недоступ да благословит вас господь за ваши труды слава иисусу христу молюсь за вас прошу и ваших молитв мысленно пребывая с вами да благословит вас господь андрей и будет доступен для тех кто нуждается вашей помощи а то фамилию то вам дали недоступ не то слово что доволен ли апостол павел получил бесплатно столько святых библия от супа вот тут у нас далее я отвечаю это и святых евангелий для раздачи у него не сходят улыбки на пол калитке он столько получил святые библии святых евангелий от отец павел приезжает и получает ярмоленко с камня на обе его тут запретил максим дмитриев был епископ и стянул с него отобрал у него магнитофон ряску крест но не только запрет не за что абсолютно не за что по гневу то но и гнев там свой тоже выплескивает там уже монахинь трепет я вчера посмотрел я одно время писал как бы стихотворение проповеди стихах то и нашел перебирал бумаги нашел отрывок еще несколько раз рука стремилась писать ну не написал и вот нашел четверостища как бы брошенное рождество рождение родство малых и великих но коснулась семечко проклюнулась в росток и потянется премудрость или в глупость я не стал писать и больше сказал утром стал все больше стихотворения не пишу 3467 стихотворения за 9 лет по 9 куплетов вот и все на этом бросил есть такое фильм не фильма ну как-то ролик зона молчания посмотрите кто нет секретарь гитлера говорит она и вот как она помещена в ю тубе вот так вот что там она говорит немка по-немецки и озвучивает по-русски но по-русски не все понятно кто бы нашелся мне отпечатал в песенном виде мне так очень охота это узнать что она говорила она с ним была до самого смертного часа была там молоденькая девочка там как было все и на на этом фоне там последние дни гитлер оставят новые фильмы ролики на ней она вот посмотрите зона молчания секретарь гитлера зарядите по-русски в ю тубе я прошу кто нибудь помогите потому что вот потеряевки были занятия игорь записал 123 занятия на магнитофонные пленки то я их с них перевратил в эти в ворд и ворде теперь они у меня стоят в книгах я какой уж я коллега писать то не могу толком но 123 но тут отдельный ролик только один азвучий мне роман малыш всего христос воскрес воистину воскрес здравствуйте игнатий тихоныч вспомнил недавно пословицу собирается как жить на войну так говорила моя покойная бабушка агафья когда кто-то медлил поговорка на это владимира ивановича видимо дали взяты оттуда как жить на войну то есть он собирается на войну идти не хочет про них анекдоты же везде про евреев поле битвы бежит еврей такой поймали куда а решил в тыл напасть вокруг земного шара бежать и врагам в тыл напасть тоже правильно вот так собирался выехать 15 апреля июнь уже начался а сборы продолжается хоть и не жид но под пословицу подхожу слава богу все хорошо уже проясняется кто будет ехать формируется экипаж технику подмарафетили пришлось покрасить ведь буду выставлять на продажу после переезда снабдили запчастями понедельник испытания то есть он сегодня мне прислал много времени ушло на стартировку набрал почти 7 тонн разного металла уголки трубы швелера арматуры из-под москвы вести в хозяйстве все пригодится если не мне то кому-то другому хорошо жить братьям вместе правильно все правильно сегодня после вечерней службы разговаривал с батюшкой жена ему нажаловалась на мои планы вот жена жалуется батюшке но вижу что планы не мои а это воля божия так что держи это до конца а то еще не получится воля божия чтобы она была уже выправлена в деле все размерено до мелочи стоит что-то задумать как приходит человек что-то рассказывать и вижу что мой вопрос или как-то по-другому воистину волосы посчитаны и без воли творца не падает батюшке все рассказал объяснил он понял но не одобрил сказал что многие старцы не одобряют а чего не одобряет переезд или что мне еще много хотелось ему рассказать но он спешил и мы расстались удивлен был когда рассказал ему о батюшке кирилле из берсеневки что храм без кода оперы без кода это один действительно храм я тут о другом хотел сказать батюшка говорит из москвы то отсюда побежите ищите что где-то и есть а нечего будет сегодня надо в деревне быть обосновываться сажать скорее но он не успеет уже если я откажусь от кода меня сразу выгонят еще мы прошлись по храму я обратил его внимание на персосложение в виде благословения на некоторых иконах персосложение напоминала рогатого бафомета вот так пальцы показывают вот как идет коза дереза ущеглазые глаза о фильме сатанизм под маской православия упомянул и батюшка заахал ну ты смотри а я на это даже внимания не обращал вот чесок принотворит когда речь зашла о бороде ну это такая мелочь говорит ничего себе думаю за эту мелочь что меня обещали грохнуть свои там родственники в малом был верен над многим тебя поставлю ответил батюшки вся наша большая жизнь из мелочей состоит борода мелочь соприн и иконы перепортили мелочь небрежно творил крестное знамение мелочь кланяться богу не нужно это мелочь и но раздумая может и хорошо что поклоны не делают и перед этими растопыренными пальцами бафомета спаси христос ведь все это люди знают мелочь мелочь писание библия счет из библии носишься еще мы баптисты что ли вот как канона канона это батюшка ну они ответят они ответят мы еще знаем как правильно креститься то кто это придумал что ответить никто ни за кого не будет отвечать каждый за себя даст отчет каждый сам за себя я еще буду доказывать второе коринфянам 5 10 откройте всем нам то есть каждому надлежит предстать пред судилищем христа дабы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле добрый никуда он делал и поэтому оба упадут в яму ово в пропасть пойдут не слушайте когда говорят неправильно слушайте что и говорит святое евангелие ну и далее вот наш как сказать страницы или как не знаю назвать в моем мире очень люблю эту систему я в контакте в анагласниках в живом журнале фейсбуке твиттере везде у меня страницы если они где не там не бывает там работают администрация наша модератор и мне перекидывать там что-то часть иногда сотую часть столько столько приходит песен я много и не знаю вот и вот вчерашняя за счет 175 номер про это уже вышло тут и вот есть такое 50 ответы библии ответы из библии ответов этих по библии отвечать 4124 и вот их портели озвучить и я их выставляю они давно уже озвучены и очень далеко стоят в ю тубе и не их не видно поэтому я перетаскиваю на первое место в мой мир вот смотрите здесь тема очень интересно почему в библии так сложно написано вот еще будет одно из занятия 123 занятия потерявки были она сейчас закачивается здесь до закачивается раз и два три это сделал даже 4 ну и далее что у нас форум на форуме вот кто-то пишет кто он такой черная сотня то есть никого нет черная сотня я немножко с ними знаком к нам приезжал я их называю чертова сотня какие безобразия творят как людей натравливают друг на друга вот из них только миссионеров патриархии делать все перепорчены здравствуйте игнатий вашем номер 171 события дня тридцатого мая 2016 года некий пётр баллин стал оскорблять организацию черная сотня и вы озвучили его гнилую клевету во первых как я озвучил я показал вот такое то мне пришло здесь же сообщение ну и что редакции может и не разделять взгляды своих подписчиков там или как сказать своих клиентов я ничего не вообще ничего не говорил вы вынудили меня сегодня сказать мое отношение к черной сотне никакой веры там совершенно нету только на травить на жидов там проще это но приструнили ничего нигде нету против много писал душенов кость константин юрьевич но но отвернулся заключение переключился на другую тему значит что-то подсказали ему я не знаю что но нигде против евреев он уже не говорит а там пущеглазая сволочь там ну и проще было то его видишь забрали отсидел и он теперь не говорит вот клевету во первых гнилую клевету мы с ним разбирайтесь я то при чем здесь то есть если я что-то не засчитал а вы выбираете засчитал тоже плохо со всех сторон плохо но организую сам себе даже в имя помилят я не знаю с кем разговаривать икон черная сотня то еще все в одной куче только у вас имени нету имени нету демонов запомните это когда под разными именами никами это демоны демоны скрывается у верующих всегда есть имя имя христианина известно на небе во первых от ради востока до варшавы висели не черно сотенцы а всякие жидовствующие опять жидовствующие враги российской империи 1905 году вот вы как раз и накликали революцию говорю она там помню кто там был министр внутренних дел подсказывали царю вот вместо оседлости для евреев если не дай бог это революция будет они все потянутся в революцию так и случилось вот здесь ну а что было после 17-го черно сотенцами что было где восторгов иван и дальше то где мощь анна кронштадтского ну где и вот здесь хвалится еще жидовствующие что сих вешали ну вот и довешали да царь мог одно слово сказать только еще троните как в одессе погроме евреев там министра вызвал будешь висеть рядом с ними там все кончилось бы почему царь не принял такие решительные меры во вторых вам бы покаяться за русофобию и вероломную брехню на православную русь то есть вот это что черная сотня это православная русь а то что мне покаяться о чем я каяться должен это не мой материал во первых там было там всего несколько слов вещь как задевает то есть беспокаянная и креста какой сделала черная сотня это не крест масонский знак он даже не понимает этого мальтийского ордена он не знает кто пишет там у нас приезжал один черный сотен он в лагере побыл немного и отрекся от всего от своего еще не начни говорить у него только одно жиды жиды как у гитлера окончательное решение этого вопроса но решил окончательно где гитлер где сталин решил а евреи набрали какую силу маленько то глядите это божий план не прикасайся божьему народу еврейский народ бога избранный его может только благословлять повторяю ты хочешь быть благословенным не в аду быть первое благословение которое может это нигде еврея не трогать не задевать то есть молись за них чтобы они познали христа приняли мессию истинного а не свое там шаха антихриста брехню на православную русь а у него там на православную русь еще и не было как можно православному озвучивать такую мерзкую пакость о какие слова мерзкая по как озвучивать что значит озвучивать я засчитываю что поступает ко мне и все и кто такой выйди выйди сюда покажи свое лицо от я обращаюсь значит вы смотрите вы слушаете но из этой чертовой сотни то вылез хоть один то чертик то покажи рога свои какой ты есть чё нет то как вы живете то как правило почти все в блуде живут в ненависти православие вообще никакого не знают только одно жиды жиды может быть петру балину найти ближайшее отделение черные сотни попробовать высказать все в лицо то есть если найдешь отделение его еще найти надо а вот так высказать но мы его убьем вот мы его будем пытать видимо это он имеет ввиду еще в лицо а если она у вас лицо то лица никакого нету потому что одна ненависть ненависть скрывает лицо одна темная чернота в темноте действует это всякие говорят делаешься явным есть свет вы скрылись а вас нету во тьме и лица то никакого то есть каждое слово вам я разъясню сейчас меня пугать будет еще а меня еще пугать я молюсь и за вас я вам не враг вижу что вы не туда тянете совершенно не туда ну и наш православный видео канал вот большой видеоканал каждый день выставляем что вот сейчас только выставил я подсказать посещаемость конечно наша маленькая вот только выставил сегодня где она у меня тут что тут даже не пойму а счета события дня всему свое время вот уже восемь просмотров паста выставил вадима германии 14 даже на стихотворение нашло до 39 а то вчера выставила 4 39 а на другое 67 вот видишь сколько но его здесь откнуть называется главное с левой стороны отсюда смотреть если отсюда смотреть то откроется жития святых это я насчитывал до 80-е годы и вот сколько их тут уже больше 200 300 а всего 1173 но если вы любите жития святых заходите послушайте легко слушать как будто бы здесь на сегодняшний день все события дня сейчас подготовка идет переезду уже к лагерю 10 числа мы должны дети должны быть туда увезены кто успеет разные события немного были тут за неделю но я вчера вечером уже это озвучил я выставлю еще один ролик дополнительный там батюшка говорит считает и она златоуста в конце заходят в трапезную я там говорю как мы ходили где искали помощь и как затруднения были с публикации объявления лагеря у меня же никого нет ни питания не и детей не обслуги и начинаем с нуля и вот начали с нуля сегодня вчера первый день один звонок только поступил вот ну дальше я не слышу звонки подошел и звонков уже сколько было и ни один не ответил то есть кто-то другой будет помогать я да разные не знаю даже в какой газете опубликовали да поставили условия через городскую администрацию до городская администрация сразу походотайствовала за меня за объявление тогда напечатали в вечернем барнауле мы это все выставлю потом молитесь господь как-то все усмотрит и устроит делать это непростое сорок пятый год я занимаюсь детьми и бог милует были обвинения разные там а у них как или как называют они педофила педофил это слово-то хорошая педа это что ребенок фил любит ребенка и все но не в том грязном смысле в котором есть обвинения у нас этих никогда не было просто очень строго но так как строго значит тогда я садист тогда я изверг и на с этой стороны нападали я осенью это девяносто девятый год подал в суд суд на местной гтрк и все процессы выиграл выиграл и заплатили опубликовали опровержение и прочее то есть у нас нет ничего лагерь чист во всех отношениях суды краевой суд разбирался все до одного были разгромлены ничего нет что интересно вот московский комсомолец это поганишь и такая газет газета на алтае вот миллионы экземпляра счетом на день день и выбросили на день день там у них идеи то никакой нету ничего нету и они так сделали что головное отделение в москве зарегистрироваться в горно-алтайске а здесь работает и с ними не никак дела нету мне как краевая прокуратура говорили их никак не достанешь игру попробовать то можно и всех и господь достал всех выволок они побежали отсюда кто писал найти его не могут сидя и в том димитрия всех господь развеял развеял кто писал статью нашли его убитым самольцев александр лучшие их корреспондент убитые ли что с ним было непонятно в подвале нашли других с работы по увольняли там ну что только не было сообщали мне другого в подъезде порезали мне говорят а что это такое ну не я же это делаю это господь мы молимся и прочее увидели они и так помолитесь прошу помолиться чтобы у нас все было благополучно на четыре месяца и уезжаю и поэтому кому надо побеседовать в скайпе сейчас это нужно сделать еще тут что понедельник тоник значит четыре дня у не осталось не считая сегодняшнее воскресенье 5 июня 5 10 я выезжаю 10 у меня день ангела день рождения и день ангела это одновременно у меня в этот день я родился ну и чтобы господь все управил как ему угодно богу слава за все во веки